Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры! Сегодня 17 июня, суббота, и Церковь предлагает нам для нашего назидания и нашего рассмотрения следующий отрывок апостольского чтения. Мы продолжаем с вами разбирать послание апостола Павла Кремлина, и сегодня будем с вами смотреть отрывок, координаты которого 3 глава, 19-26 стихи. С 19 по 26. И вот как эти стихи звучат в русском синодальном переводе. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим подзаконам, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами рассмотрение послания апостола Павла к римлянам, этого глубокого и насыщенного богословскими идеями послания, которое будоражило умы выдающихся богословок всех времен. И мы приступаем к истолкованию этих трудных, весьма трудных отрывков. И апостол Павел продолжает свою аргументацию, о которой мы говорили в предыдущих передачах, о том, что законом человек не может спастись, потому что закон нельзя исполнить. И зачем же тогда нужен закон? И об этом как раз таки апостол Павел и размышляет в этом послании. Он говорит, что законом познается грех. Это очень сложная конструкция для восприятия, и ее нужно очень подробно истолковать, потому что в каком смысле законом познается грех? А именно в том смысле, что присутствие закона обозначает присутствие греха. Присутствие некого правила, некой черты обозначает, что за эту черту приступать нельзя. А когда мы переступаем эту черту, значит, мы совершаем преступление. Нет закона, нет преступления. И таким образом присутствие закона обнажает присутствие греха в нашей жизни. Следуя, исполняя закон Моисея, человек видит, что где грех. Он видит его вокруг себя и видит, где он совершает грех. Соответственно, законом познается грех. Но ныне, как пишет апостол Павел, независимо от закона, явилась правда Божия, которая свидетельствует закон и пророки. Будем помнить, что апостол Павел приезжает в общину Рима, чтобы засвидетельствовать им свой опыт веры. И он делится с ними своим опытом веры и надеется, что они поделятся с ним своим. И он знает, в чем проблема римской общины. Многие римляне, христиане Рима, они читали священное писание. Но они читали, естественно, священное писание Ветхого Завета. И им было важно понять, как его верно истолковать. И таким образом апостол Павел говорит о том, что вне зависимости от закона явилась правда Божия. То есть, правда Божия, она не подлежит закону. То есть, не закон, как таковой, явил эту правду Божию, а милосердие Божие позволило этой правде появиться на земле. И апостол Павел уточняет, что именно об этой правде Божией свидетельствует закон и пророки. Именно об этом говорит все писание Ветхого Завета, пророки и те обетования, которые были даны израильскому народу и другим народам через пророков. И апостол Павел указывает на то, что это действительно откровение об Иисусе Христе и о той правде и о той милости, которую Он принес всему человечеству. И это пришло независимо от закона. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». И здесь нужно уточнить, что во что верующих. И мы говорили с вами в предыдущих передачах о том доверии, которое должно возникать к Богу. И это доверие должно построить на доверие именно к Иисусу Христу и к тем делам, которые Он сделал, и тем обетованиям Божиим, которые исполнились на Иисусе Христе через Его дела на земле и получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Таким образом, мы видим, что не просто прощение всех верующих, но верующих и доверяющих Богу через Иисуса Христа и через жертву умилостивления Его, через веру в прощение грехов, и это только через Иисуса Христа, то есть через ту церковь, которую создает Христос. И таким образом, мы видим, что, казалось бы, закон обозначает, но не спасает человека от греха. Он обозначает его присутствие. И совершенно логичный вопрос, а зачем? Зачем тогда закон? И над этим вопросом размышлят и святые отцы. И вот как говорит об этом святитель Феофан Затворник. Домостроительство спасения, присутствие греха и закона, который обнажает этот грех, это все сделано в рамках домостроительства спасения человечества. И об этом говорит Феофан Затворник. Он говорит, что домостроительство спасения, чтобы возвести нас в состояние, в коем мы будем правы перед законом. То есть закон в нашем греховном состоянии невозможно исполнить. Но благодать, которая преизбыточествует на нас теперь, дает нам возможность по благодати, через благодать стать праведными и правыми перед законом. И святитель Феофан размышляет дальше, говорит, затем отпущение грехов, затем благодать на делание добрых дел. Соответственно, благодать дается нам для того, чтобы мы могли творить добрые дела и оправдаться перед Богом. Закон не умаляется. Закон невозможно исполнить, будучи в греховном состоянии. Но это возможно, если нам помогает в этом благодать. Дорогие братья и сестры, будем научаться следованию пути Христову и жизни в Его Святой Церкви через молитвы, в которых мы обращаемся к Богу, и через чтение Священного Писания, через которое Бог обращается к нам для нашего назидания и спасения. Дорогие братья и сестры, всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взялся великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова